МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша. Информационная программа Республика в студии Ольга Пырычкина. И в этом выпуске. Как обстоят дела сейчас и что будет дальше? В Доме правительства обсудили итоги социально-экономического развития Чуваши в первом квартале 2015 года. На несколько веков назад. Что готовит чебоксарцам ночь в архиве? Тормозные колодки, регулировка фар, балансировка. В Чебоксарах соревнуются студенты-автомеханики. Сегодня в Доме правительства обсудили итоги социально-экономического развития Чуваши в первом квартале 2015 года. За три месяца ряд обрабатывающих предприятий показали положительную динамику, однако в целом промышленности не удалось достичь уровня соответствующего периода прошлого года. Начало года характеризуется ростом объемов производства вводимого жилья, производства мяса и молока. Однако, по словам заместителей министра экономического развития Виталия Емельянова, снижение общих показателей допущено из-за сложной ситуации в концерне тракторные заводы. Если бы предприятия концерна тракторные заводы сработали хотя бы на уровне прошлого года, то индекс промышленного производства в первом квартале текущего года по расчетам составил бы порядка 103-104%. Промтрактор-вагон в январе-марте текущего года было произведено 95 вагонов. В аналогичный период прошлого года – 1006. Сокращение объемов за ООО «Промтрактор-вагон» привлекло за собой снижение производства и на промтрактор «Промлит». На 80% сократилось производство чугуна и стали. Следует отметить, что в ближайшие месяцы ООО «Промтрактор» прогнозирует наращивание объемов производства. Имеются заказы на производство 135 единиц специальной техники на апрель текущего года и 139 единиц спецтехники на второй квартал. В первом квартале увеличили производство на Козловском заводе автофургонов, Шумерлинском заводе спецавтомобилей. На этих предприятиях стабильные заказы от Минобороны России. Рост показывают и предприятия электротехнической отрасли. В республике сделаны первые шаги на пути становления новой отрасли солнечной энергетики, как альтернатива традиционным источникам энергии. ООО «Хевел» в первом квартале выпустило 13 800 штук солнечных модулей. Это примерно 1,2 мегаватт. Причем только в марте выпуск составил 11,1 тысяч штук. Планом второй квартал выпуск солнечных модулей до мощности общей до 100 мегаватт. Ведется работа по замещению импортной продукции. Обеспеченность контрактами на предстоящий год позволяет прогнозировать увеличение объемов. По прогнозу индекс составит до 102,5%. Министр финансов Светлана Янилина сообщила, что доходы бюджета за первый квартал составили 8,5 миллиардов, а расходы 9,5. Михаил Игнатьев призвал министров и руководителей муниципалитетов принять самые жесткие меры по повышению доходной части бюджета, увеличить собираемость налогов. Важной задачей правительства станет контроль за погашением задолженности по заработной плате и уровнем цен на социально значимые товары. Предприятия ЖКХ Республики заканчивают отопительный сезон. За истекшее время на коммунальных объектах было зафиксировано 180 аварийных ситуаций. Но в целом в квартиры жителей Чувашии тепло поставлялось в полном объеме, сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Особая озабоченность вызывает почти миллиардная задолженность за потребленный природный газ. Графики погашений подписывают, потом не выполняют одна из сторон и ряд других вопросов. И у нас рост идет. Мы говорим, обсуждаем, спорим, ругаемся. Вместо снижения идет рост. За летний период по графикам погашения, которые подписали муниципалитеты, совместно с организациями жилищно-коммунального хозяйства, на какую сумму долга выйдем? Сначала отопительного сезона. Наша задача, я считаю, ни в коем случае не увеличить эту задолженность, а сокращать. В принципе, работа эта постоянно ведется. Еженедельно мониторим ситуацию. Естественно, не все муниципальные образования исполняют свои обязательства по уже заключенным графикам погашения задолженности. В планах правительства также подготовка будущего отопительного сезона и проведение капитального ремонта многоквартирных домов по новым правилам. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. Составил 100,9%. Завтра, 21 апреля, состоится очередная сессия Государственного Совета Республики, на которой с отчетом о результатах деятельности Кабинета Министров в 2014 году выступит глава Чувашия Михаил Игнатьев. А на заседании Президиума Госсовета главным вопросом стало снижение зарплат парламентариев. Народные избранники урезали себе жалование на 10%. Снижение затронуло депутатов, работающих на постоянной профессиональной основе. Таких в Государственном Совете 9. Эту инициативу нашему телеканалу прокомментировал Игорь Кушев, председатель Комитета по бюджету, финансам и налогам. Я всегда говорил, что я готов к этому морально в предыдущем интервью, а теперь готов к этому и материально. В ситуации, когда президент нашей страны и глава республики добровольно сами сокращают денежное вознаграждение на 10%, мы считаем, что было бы и неуважительно, и морально у нас таких прав нет. Не поступить так же. Я считаю, что когда ситуация в стране такая, это нормально, это правильно, так и должно быть. Тем более, что речь только о высшем уровне управления, о высших управленцах, это должностный министр, наверное, и высшим. Поэтому считаю, что это нормально. Рядовых работников, аппарата это не касается никак. Начальники отделов, люди, работающие на должностях чуть ниже министра, они никак затронуты этой инициативой не будут. Повторяется, это наше добровольное желание, это наше добровольное воле. В Чебоксарах состоялся межрегиональный форум журналистов по актуальным вопросам современных СМИ и книгоиздания. С какими проблемами сталкивается журналистское сообщество в наше время, узнаете из следующего сюжета. Вопросы нравственного воспитания современного читателя и телезрителя, улучшение качества предоставляемого контента. Основные вопросы, которые обсуждались на форуме. На семинаре, который прошел впервые, собрались сотрудники библиотек, издательств, печатных и телевизионных СМИ не только Чуваши, но и соседних регионов России. Наша цель, органов власти, чтобы максимально больше охватить трансляции этих наших каналов, чтобы люди в удобное время понравившиеся передачи будут послушать о Чувашском на русском языках. И развлекательные, информационные. Поэтому мы сейчас пересмотрим подход, во-первых, к новостовому блоку, чтобы было больше новостей. И жанры все были. То есть, то же человек, что ему нравится, тот пускай и выбирает. Предстоители региональных масс-медиа делились друг с другом и опытом взаимодействия с аудиторией. Проводим акции различные вперед подписной кампании. Не только интересные различные конкурсы проводим, спортивные состязания. У нас стартовал проект, конкурс рекрутской песни, Чувашской рекрутской песни «Некрут Юры». Население очень активно участвует в этом зрелищном мероприятии. Результатом проведения этого форума должно стать создание программы совершенствования деятельности журналистов. Ведь, по словам Александра Иванова, качественная информация, объективная, полная и достоверная – один из стратегических ресурсов развития общества. Татьяна Леонтьева, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, «Республика». В Чебоксарском техникуме транспортных и строительных технологий прошел республиканский этап Олимпиады автослесарей. Профессия эта востребована сейчас как никогда. Автомобильный парк столицы увеличивается в геометрической прогрессии. Ежегодно лучшие студенты техникум в России соревнуются в мастерстве технического обслуживания, ремонте легковых и грузовых автомобилей. В чем заключался конкурс и кто стал победителем об этом в нашем репортаже. Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий собрал самых лучших студентов-автомехаников из девяти техникумов в Чувашии. Место проведения республиканской Олимпиады выбрано не случайно. Техникум оснащен современной технической базой по автотранспортному профилю. Ребята на занятиях учатся работать на реальных деталях отечественных иностранных легковых и грузовых машин, действующих двигателях и генераторах. Участники Олимпиады сначала проверили свои знания в теории по дисциплине охрана труда. Я считаю, что вообще делается правильно и это помогает ребятам как-то проявить себя. То есть очень важный жизненный этап у них получается, потому что необходимо вспомнить все теоретические знания, все практические навыки и показать здесь все это. Уровень сложности на уровне именно начального профессионального образования, то есть не особо такие сложные задания, но не каждый сможет их сделать. Каждый участник в течение 20 минут должен был справиться с порученным заданием. По итогам Олимпиады самым умелым автослесарем оказался студент Чебоксарского техникума. Я с детства мечтал стать автомехаником. Мне посчастливилось поступить в техникум транспортных, строительных технологий по профессии автомеханик. Мы меняли шаровые, тормозные колодки, диагностику, регулировка фар, балансировка. Я справился с заданиями. Студенты Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий уже второй год подряд успешно справляются с выполнением заданий, показывают неплохие результаты на всероссийском уровне. Теперь Никита готовится к выезду в Тамбовский политехнический техникум. Анастасия Алангина, Николай Яковлев, Республика. Чебоксарская общеобразовательная школа номер 27 отметила свое 45-летие. Зрелый возраст как для человека, так и для учреждения. О том, как праздновали знаменательную дату в нашем сюжете. После открытия 1 сентября 1969 года школа сразу стала не только образовательным, но и культурным центром строящегося тогда еще северо-западного микрорайона. Помимо учебы, учителя и учащиеся вместе проводят в неклассное время, встречаются с ветеранами, организуют кружки художественной самодеятельности, выступают на школьных и районных мероприятиях. Общественная работа продолжается и сегодня. Проектом «Дорога и добра» мы занимаемся уже много лет. И этот проект очень интересен для наших детей, для родителей. Поскольку школа является социокультурным центром, мы много работаем с социумом. Глава администрации города Чебоксара Алексей Ладоков – выпускник школы. И в этот юбилейный день он пришел не с пустыми руками. Глава города подарил сертификат на проведение благоустройства школьного двора. Архитекторы совместно с учениками вместе составят проект работ, заложив новую традицию учебной и общественной жизни коллектива. Популярность месту придаст и оснащение территории точкой доступа Wi-Fi. В ближайшее время специалисты к вам приедут. Придется включиться всем – и школьникам, и учителям, и родителям. Мы со своей стороны поможем, заложим добрую традицию и будем в этом месте отдыхать. Каждый год депутатский корпус помогает администрации школы в решении проблем. Очень много было сделано за последние три года. Это и уличное освещение стадиона, пришкольный стадион сделали, спортивные тренажеры установили, капитальный ремонт крыши сделали, ограждение, видеонаблюдение. Очень много перечислять нужно. Школа и в дальнейшем будет ввести работу в социальных и культурных проектах. А новое творческое пространство для учителей и учащихся станет хорошим подспорьем в этой работе. Александр Гаврилов, Николай Яковлев, Республика. В Чувашии завершили расследование уголовного дела в отношении жителя города Цивильск. Он обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении малолетних изготовлений и хранения порнографических материалов, героями которых становились дети. Эта история повергла в шок даже следователей. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Главные роли в своих видеороликах насильник всегда исполнял сам. Съемочные площадки менялись каждый раз. К примеру, чтобы снять один из эпизодов своего любительского порнографического кино, мужчина установил видеокамеру прямо у себя в бане. Но оперативникам удалось доказать, что сексуальные действия в отношении малолетних он совершал и в салоне своего автомобиля, и даже на территории гаражного комплекса. Пострадавшим за съемку в этом кино педофил платил по 500 рублей и выкладывал видео в интернет. По версии следствия, с ноября 2010 по июль прошлого года обвиняемый совершал действия сексуального характера в отношении четырех установленных девочек в возрасте 9-10 лет, а также в отношении еще двух малолетних мальчика и девочки в возрасте около 12 лет, чьей личности в ходе следствия установить не представилось возможным. Кроме того, летом 2013 и в апреле прошлого года он под видом несовершеннолетней девочки познакомился в одной из социальных сетей в интернете с двумя 11-летними жительницами Новочебоксарска и путем обмана, угроз и шантажа вынудил их совершить действия сексуального характера, записав их по скайпу и сохранив эти видеоизображения. Противоправные действия педофилу удалось пересечь только после того, как в полицию обратились родители двух пострадавших девочек. Взрослые заметили в их телефоне странную переписку, и поначалу они пытались и сами выйти с насильником на связь. Преступника едва не спугнули, он попытался уничтожить все свои записи и уехал по чужому паспорту в Москву. Мужчина жил на съемных квартирах, но в результате был задержан. В ходе следствия проведен большой объем следственных действий. Назначены и проведены 22 судебные экспертизы, в том числе 10 психиатрических, 6 генетических, 2 комиссионные медико-искусовические, 3 медицинские, 1 дактилоскопическая. По ходатству следователя судом в отношении 38-летнего цивилиянина избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. На его имущество уже наложили арест. Следователи собрали достаточную доказательную базу. Дело направлено в московский районный суд. Мужчина уже отбывал срок за незаконный оборот наркотиков. Из мест лишения свободы он освободился в 2010 году. Теперь за решетку он может отправиться на 25 лет. Дмитрий Ковалев, Рассель Мухаммедов, Республика. Сегодня днем в Маргаушском районе водитель ВАЗ-2110 столкнулся со школьным автобусом, в салоне которого находилось 10 детей. Как сообщает пресс-служба МВД Почувашии, водитель и пассажир легкового автомобиля с травмами доставлены в больницу. Школьники не пострадали. Мечты не купишь. Так звучит лозунг масштабного фестиваля «Дримфлэш». Здесь каждый может окунуться в детство и зарядиться позитивом о том, как прошло это мероприятие в городе Чебоксара в сюжете Евгении Егоровой. Яркие костюмы, добрые улыбки, радостное настроение и куча мыльных пузырей. Это главный критерий самого яркого весеннего праздника фестиваля мыльных пузырей под названием «Дримфлэш». Каждый год главная улица нашего города устилается мыльными пузырями. В этот день сотни нарядных чебоксарцев в красочных костюмах дарит чудесное настроение всем прохожим. По словам организаторов, идея фестиваля зародилась в Москве еще в 2006 году. И вот уже седьмой год подряд праздник мыльных пузырей проходит во многих российских городах. Совершенно разные люди, разных политических взглядов, вообще совершенно разные. Разных возрастов приходят на наши мероприятия, запускают мыльные пузыри, то есть идут в огромной толпой здесь с хорошим настроением через весь город и получают, наверное, от этого какой-то позитив. По традиции все желающие собрались в сквере Чапаева. Среди участников можно было встретить сказочных персонажей, супергероев и просто хороших, добрых людей. Я пришла на этот праздник, на Дримфлэш, первый раз. Мне здесь очень нравится. Мне кажется, на мой взгляд, для многих это возможность самовыразиться, быть не таким, как все, быть ярким. Но мне хотелось, чтобы это мероприятие было еще более масштабным, масштабным, веселым, ярким. И чтобы больше людей знало об этом и приходило сюда каждый год. Мы здесь уже третий год приходим. Так здорово, много новых лиц. Нам очень нравится. Хотя погода немножко не соответствует, но благодаря веселой музыке, хорошему настроению, нарядам все-таки, веселые, позитивные. К сожалению, в этом году случилось и непредвиденное. В конце фестиваля перед Чувашским драмтеатром полиция задержала нескольких участников. Задерживали людей в костюмах. За то, что они ходят, видимо, в костюмах. Заставляли снимать маски, снимать грим. У нас очень ребята заволновались из-за этого. В группе очень много людей отписалось. Просили объяснить, почему это так было, почему вообще так произошло. Мы, конечно, старались помогать всем, кому можем в полиции. Задержанные написали объяснительные. Естественно, прошли. Все-таки с полицией спорить не стали. Написали объяснительную по 51-й статье Конституции, что против себя свидетельствовать не будем. И сейчас ждем уже приглашений в суд по этому поводу. Вот так вот весеннее позитивное мероприятие оборачивается проблемами для нас и для наших участников. Вот как прокомментировали ситуацию в пресс-службе МВД. 19 апреля в Чебоксарах состоялись массовые молодежные акции «Дримфлэш». На обеспечение правопорядка были задействованы сотрудники полиции. В ходе проведения массовых молодежных акций, групповых нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий не допущено. В то же время в дежурную часть поступило сообщение телефона от гражданина о том, что на проспекте Ленина шествие создает затруднения проходу граждан и проезду автотранспорта. Для проверки сообщения были опрошены несколько человек и в настоящее время по данному факту проводится проверка. Несмотря на это, участники фестиваля все же получили массу положительных эмоций, сделали хорошие фотографии и приобрели множество новых друзей. Но при проведении подобных мероприятий все же не стоит забывать о комфорте горожан. Евгения Егорова, Расиль Мухаммедов, Республика. На этой неделе архивы Республики распахнут свои двери и вечерние часы. В Чувашии решили поддержать ежегодную всероссийскую акцию «Ночь в архиве». Организаторы подготовили для гостей специальную программу. В Государственном историческом архиве всех посетителей будет встречать архивариус в Мантии. Для нынешнего времени это большая редкость. Гостям этим вечером покажут хранилище историко-культурного наследия Республики. Здесь будет работать выставка статей, книг и архивных документов в классику чувашской поэзии Константина Иванова. Работники архива продемонстрируют горожанам и фотографии столицы Республики 17-18 веков. Художественные документальные фильмы о войне зрителям покажут в архиве электронной и кинодокументации. Всем желающим проведут и увлекательную экскурсию по фондам. Посетители смогут узнать, в каких условиях здесь хранят старые ленты. Горожане смогут принести с собой документы и фронтовые письма участников Великой Отечественной войны. Их будут бесплатно оцифровывать на электронные носители. Этим вечером в читальном зале презентуют электронный фотоальбом «Герои в строю» и поныне. Акция «Ночь в архиве» состоится 23 апреля. Для всех желающих двери учреждения будут открыты с 5 до 9 часов вечера. Мероприятие, посвященное 70-летию победы в Великой Отечественной войне, проходит сейчас во всех образовательных учреждениях страны. В 202-м Чебоксарском детском саду запустили цикл радиопередач «На встречу победе». В радиорубку к юным ведущим заглянула и наша съемочная группа. Доброе утро! В эфире радиостанция «Чудо-город». Всем привет! И мы начинаем! Сегодня 12-й выпуск радиопередачи «На встречу победе». Вот так встречают новый день в детском саду «Город чудес». Радиостанция работает здесь со 2 апреля. Вместе с воспитателями и музыкальным руководителем юные ведущие рассказывают о важных боях и сражениях, о подвигах советских солдат, включают песни военных лет. Наш проект, он нацелен на то, чтобы детки знали о подвигах наших предков, знали важные страницы истории. Мне нравится быть ведущим, потому что это здорово, потому что это еще вообще классно, даже слов нет. Ведущие программы меняются каждый день. Прямой эфир – дело ответственное, и к нему надо готовиться. Меня выбрали ведущей, потому что у меня голос громкий. Вот самый курьезный случай был, когда вдруг сели батарейки, и просто мы вышли в эфир с перепадами. Это было необычно, потому что мы были к этому не готовы. Но вроде все разрешилось. Во время эфира жизнь в детском саду как будто замирает. Ребята забывают об игрушках и слушают программу «На встречу победе», буквально раскрыв рты. Так как информация подается простым языком, она легко запоминается. И вот пятилетние мальчишки и девчонки рассказывают о войне совсем как взрослые. Радио всегда громко сообщало о событиях на флоте. Из радиосообщений люди узнавали о ходе боевых действий. Для многих радио играла роль своеобразного будильника. Радио не выключали, боялись проспать на работу. А в «Городе чудес» радио стало своеобразным учителем истории и воспитателем. Ведь пока мы будем рассказывать детям о войне, подвиг советских солдат не забудется. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. В течение четырех дней в Чебоксарах сильнейшие представители спортивной аэробики страны демонстрировали свое мастерство на чемпионате и первенстве России. На кону участие в Европейских Олимпийских играх 2015 в Баку. Как проявили себя гимнасты Чуваши, узнала наша съемочная группа. Выступление нашего Алексея Германова, чемпиона мира прошлого года, с нетерпением ждали все участники и зрители. Правда, от интервью во время соревнований спортсмен воздержался. Плохая примета. Вообще, атлеты Чуваши в последние годы показывают серьезные результаты. Всего на соревнованиях был разыгран 21 комплект наград. И на счету спортсменов-хозяев, а это 35 человек, одно серебро и три бронзы. Эти победы позволили многим спортсменам присвоить звание кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта. У нас в сборной России много ребят, представителей Чуваши. Во всех возрастах. И в 12-14, и в 15-17 лет, и во взрослой команде. Очень хорошие спортсмены. В таких условиях тренироваться, я думаю, что результат показывают они. Именно потому, что хорошие условия созданы для развития этого вида спорта. В этом году спортивная аэробика празднует 20 лет с момента проведения первого чемпионата мира. В честь этого события все участники соревнований устроили яркий флешмоб. Соревнование в Чебоксарах посетила участница первых стартов мирового масштаба, вице-президент Всероссийской Федерации спортивной аэробики, пятикратная чемпионка мира Татьяна Соловьева. Вообще, это флешмоб придумали фишевские деятели наши, для того, чтобы ребята все-таки могли вместе общаться весь мир. Поэтому всем прислали на телефоны вот эти упражнения, вот это. И вместе весь мир выйдет на помост и будет делать одинаковые упражнения, что Индия, что Китай, что все, Азия, Европа и все остальное. Поэтому мы очень довольны, в принципе, не очень сложно и очень весело. И ребятам, и нам. Уровнем проведения первенства и чемпионата России по спортивной аэробике на Чувашской земле представители Всероссийской Федерации остались довольны. И в следующем году решено провести чемпионат страны тут же. Хотел бы поблагодарить город Чебоксары за прекрасное проведение. Всероссийская Федерация доверила этот старт и он оправдался. Так как Чебоксары очень часто являются организаторами всероссийских турниров, но чемпионат России они взяли, грубо говоря, первый раз. И надежды наши оправдались, то есть организация на высшем уровне. В Чувашии ежегодно проводятся многочисленные соревнования различного масштаба, заметил глава республики Михаил Игнатьев. Нам оказано огромное доверие. Мы проводим разные соревнования на Чувашской земле, но в то же время спортивная аэробика имеет свою недавнюю историю, это молодой вид спорта. Но жители Чувашской республики, молодые наши девушки и юноши, даже детки с каждым годом все больше и больше вовлекаются данный вид спорта. И то, что Федеральное министерство спорта, Всероссийская Федерация по спортивной аэробике доверили нам провести это соревнование, это, с одной стороны, ответственность. Всего соревнования в этом году посетило около 700 человек из 28 регионов страны. Старты следующего года обещают быть не менее многочисленными и зрелищными. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика. 21 апреля с 10 до 10.30 утра в Чувашии проводится техническая проверка системы оповещения. Будут задействованы все имеющиеся на территории республики электросирены. Также предупреждать граждан будут с помощью наружных громкоговорителей по теле и радиоканалам. Это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. Я, Ольга Пыречкина, с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова